Всем привет, с вами Яха и вы смотрите пятый тренировочный выпуск видео прохождения на Pokemon Deep Green режим на звук. В прошлом выпуске я получил свой четвертый значок, накачал шквал до 42 уровня и теперь я отсылаю Леонида в ПК и забираю Базальта. Итак, в этом выпуске мы потренируемся, естественно, и, конечно же, пойдем в следующий город, выполним небольшой квестик. Так, не лень идти, поэтому я лечу в Левендер Таунг. Да, извините. Я прилетел в Левендер и... Так, я куплю парочку покеболов. А тут тоже грейдболы. Я куплю шесть штук, чем не мелочиться. Теперь идем... Нам нужна в башню покемонов. Да. Тут такая музыка прикольная. Входим в башню покемонов. Тут у нас Зост. Шармелевны расправились. Игзигут. Требяной тип. 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 Помощь с бою психической атаке. Баучи. Кадабра. Отлично. Гиарадос. 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 Он называется, хотя он называется Ор Гиарадос. Ааа... Ну... Вообще, в поступке делать, что может быть вместо Г... Между Г и А мягкий знак. Что? Это я вонючка! Правда я там... Ааа... Ладно, ну чё пойду. Пока растянка. Так. Возьмем медиум. Не можем подать призраков башни. Сильфизор... Так, у нас есть Сильфизор, кстати, как раз мы его... Получили в предыдущем тренировочном выпуске. А если мы на них даже не будем башни, нам подали бы неизвестные... Ааа... Попеременные. Ааа... Они... Ааа... Усвечены просто как призраки. А теперь как бы тут... Ааа... Как бы объяснить? Тут вполне можно тут поймать покемов. Нет. Мыfeitами. Да. Так в этом выпуске я вам расскажу... Ооо... Оном из своих любимых типов. Этоп. Покемон призрак. Да, покемоны призраки достаточно крутые. Они... Мог случить мощные атаки. Эээ... Так... Окей. Да, покемоны призраки это полная противоположность нормальному типу. причем при этом ни один из этих типов не может атаковать другого то есть призрак никогда 1 из одна из особенностей призрака это наличие некоторых специальных способностей например одна из главных способностей которых я очень ценю и это специальное использование атаки проклятие у большинства покемонов которые способны усиливать свою защиту которые есть панцирь и выучивает атаку проклятье у покемонов не призрачного типа она получает защиту лобкость а не защиту скорость атаку по-моему у покемона призрака уже типа это атака как бы это атака из-за этой атаке у покемона исчезает ровно половины его хп максимального количества но играет противник начинает получать постоянный урон этот урон достаточно просто снять это как бы одна из таких один из таких минусов также у кастли есть такая у большинства вызовов нет такая способность это атака ну все путевые близки способны будет один прием который называть начинаете мой саплайбл как бы это атака она снимается покемона сколько хп покемона 25 уровень снимает 25 хп так вот чистый ярлык дает посмотришь вот только у нас находится слева в списке Пусть на базальт не будут нападать зикые покемоны. Это один из моих любимых предметов, кстати, чисто ярлыки. Ой, извините, тут домофоб, у меня брат пришел, Юля, в Польшу-то. Я, честно говоря, не знаю, правда. У меня, кажется, есть некоторые, как его высказали в Ученом, в такой степени. Да. Итак, я рассказал покемона Тейзер. Кьюбан! Ой, блин, я обожаю этого покемона. Вы не представляете, как я его люблю. Боксер. Я обожаю этого покемона, и поэтому я обязан поймать Кьюбана. Да! Я поймал Кьюбана! Поскольку Кьюбан никогда не снимает свой костяной шлем, никто еще и не видел его настоящего лица. Ой, обожаю этого покемона. Так, это Кьюбан-девочка. Я назову ее... Эээ... 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 Шелли. Да. Назову ее Шелли. Шелли. Раковина. А так как женский раковина. Пусть будет Шелли. Да. Отлично. Вот и вот. Эээ... Покемон-призраки отличаются прежде всего своей источностью к нормальному и боевому типу. Да. Эээ... Благодаря этим способностям они являются достаточно эффективными против некоторых конкретных гиммах. Да. Эээ... 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 Так же... но смысл остается одним и тем же. Эта атака не позволяет покемону замениться на другого покемона, кроме как, ну, если он не будет в ауте. Да. Есть только два способа для покемона. Первый, это такая способность, если на противнике используют такой атаку аквой или ураган, его обязательно ждут, но эта атака мне нравится, потому что в большом количестве она всегда срабатывает на 120%. Большая часть покемонов не учит такую атаку, как замена. Эта атака позволяет сохранить статусы и заменить порядок, и заменить покемона. Это одна... Так, фризер какой-то. Сильфиз... Это фризер, это Марабак. Ой, господи. Я помню, я пытался как поймать этого Марабака, и у меня нифига не получилось. Могу, я забыла покой. Тут эркси. Да. Есть такие покемоны. Ну, и вот. И... Покемон только на достаточно высоком уровне способный выучить, допустим, такие атаки, как замена. Да. Тому пример, это такой покемон, как мой любимый Иви. Да. Иви может... выучить эту атаку на... Дайте-ка вспомню, 51-й левел. Да. Именно на 51-м левеле... Левеле... Как бы... Да. Именно на 51-м уровне. Большая часть... Ну, нет. Иви получивают замен. Так же призраки... Призраки... У них есть... Свои минусы. Это три существенных минуса. Первое. Слабость перед темным и призрачным и психическим типом. Не дают им... эээ... Не дают им нормально сражаться... эээ... Против... Психическим гимнам. В аниме наоборот... эээ... Призраки тип сильнее, чем психический. Ну, я считаю, что нервные правды, они... Оно против друг друга суперэффективны. Да. Да. И, в общем, вот... Допустим... Ну, допустим, вот... Так, вместо... Дерево затеяние... Ну, да. Разрушили... Ну, можно было тьмистром Путже. Так. Ну, включаем, мы получаем, хоть погода. Конечно. Теперь мы сможем справиться с этим... Сноурлаксом, который лежал у нас на дороге. Да. Так, ну, начнём, во-первых, с того, что слабо-сегданным типам не дают призракам нормально сражаться, да. Но зато, как бы, у них есть свои плюсы, и я их уже, кстати, озвучу. Так, первым я ставлю боксера, он суперпективен, я сохраняю. Ну, да, я сыграю ему на пуке в паготе. Он вас проснулся, и он очень рассержен. Снова к слепцатам левела, этот, это неплохо. Офигеть, он сносит на меня. Ну, сносит на меня... ...эмммм... ...эммм... ...вырвался. да я поймал снорлокса очень ленив, он только местный снорлокс, но он все более не вывелись его толстение без 1014 и одна десятая пункта ответить да я дам снорлоксу кличку и я назову норлокса я назову норлокса да, нет храп 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 крутой такой храп в общем будем дальше тренироваться вдруг я сначала должен найти пакетентр вылечиться и рассмотреть на данный храп да мне интересно какие он данные атаки кроме отдыха, зябка и храпа а, еще лобовый удар я знаю в принципе какие его атаки как досье шерри при ныне не получается а вот но в стамах удар удар azigo отдыха дам я угадал все атаки это стандартный набор атак снорлокс кстати В принципе, если кем он впал отдых, ему почти ничего не грозит, но есть одно НО. НО, и будет такой атака в предательство. Этой атаке может обучить человек, который вбили идеально. Релки, пролучь, подкоп, прорыв, секрет, верьте. Нет, не нужны эти атаки. Гритбург, стерзель, нет, ничего тоже не нужно. Эликсиро. Поднимаем в себе. Присвоиваются айди, вот это основной тренер, тренер первых для наших покемонов. Так, вот этот человечек, вот этот вот. Можно обучить нашу покемона контр-ударом. Или делаем в позанимном плане. Крутую вытеку, это не вот что, конкурент с этим делаем. Не будет. надеюсь, что я не убью. Пришли в Канг-Скан и номерок Хонтера. Проблемы получатся объемы по их ID. Тут все говорят про обмет. Что есть тут на табличку интересных? Покетинол-Налют и покетинол-Грин. Снамех будет. Покетинол-Налют. Я выбираю подачу на роль. О, пакетинол. О господи. Покки чучело! Офигеть! А, мято письмо! Камень огня, камень грома, камень воды, камень травы! Я если не ошибаюсь, мне нужен камень грома, я куплю себе одну штуку, но исключительно для будущей эволюции Пикачу. Покки чучело избежать. Вообще, это убить. Так, это человечек. Фосфор увеличит ползавая к пальцу, уносит садапки молодцы, уносит защиту пикмала, коротилы и скорость. Неплохо. Нужно доходить, уносить садапки или запитывающие. Полный набор энергетических напитков, ну а тут икс энергетические напитки, которые дают силу только на один. Вой. И... Нарзанка, вас, лимонад. И вообще, раньше была... Вода, сода и лимонад. Дм-16. Цветовой щит. Теперь, надо летать квас. Ограждение. Хорошо. И теперь, по-моему... А-а-а... Какая... Еще какая защитная атака, я не помню. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Съемка идет каких-то жалких 18 минут. Управление, можно сказать, барахлило. Так, ну что? Да. Пойдем в Сафрон-Сити. А-Аня, там велосипедная дорожка. Нам не туда. Нам нужно идти по переходу, который... в переходе в целодон. Да. Я ускорился немножко из Минди, мы возьмем в вашу сокрон и накачаем там всех, ну да, 42 года его. Еще здорово чая, а мне можно его выбить, спасибо тебе. Бульк, 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 все, девок. Все, мы теперь можем чаем делиться со всеми людьми и они нам будут пропускать. Так вот, эйрорцы. Ну, мы проходим, здесь нужно охранить грехи. Все, да, он грехнет. Так, э-э-э, первым поставлю сокол. Так, извините, я сейчас поставлю напад. Так, и... Итак, я продолжаю. Мы пришли вот сейчас в корпорацию Сильв, ну или как я ее называю? Вот тут Саконская башня. Так, я плохо помню систему здешних, э-э-э, телепортов, но что-то я все-таки помню, что надо. Так, я делал небольшую паузу, мне надо было там кое-что сделать и... Ну, ладно, на самом деле, скажу, мне надо было склеить там пару деталей. Ну что, мы и занимаемся, в школе, в один момент, склеиваем моделей. И я заклеивала раму для мотоцикла, да. Вот и все. Ладно, э-э-э, этого вырубили, э-э-э-э. А если будет в выпуске, да пройдем Сильв и накопчаем всех до 42-х. Вот, так. Э-э-э-э. Другой удар, вот этот магниток, это не типа... Я знаю, с ним прочь не заниматься. Ну что, он что остается делать? Да, у него выпили. Квальтор, кваль... Ну, реально повезло. Вы видели? Вы видели? Блин, нет. Я на него тут просто еще потерял сокола. Мне хочется тренировать ястреба. Там вроде, если ничего, и сюда. Играй мне. Извините за звук на заднем плане, тут брат просто пришел, да. Oh, that's all! Э-э-электрод, а-э-э-э. Мистик. Вообще идеальный выбор модный электроды это, конечно же, базайд. Но чисто из того, что у база touring уровня. Я естественно выбрал мистику. Это, doubts выучить силу. Смор mente. 필. Оставить свое тело быстро расти, повышая спецатаку. Кручок. Нет, я не буду иметь, я не люблю статусные атаки, будь-нибудь такой набор атак, именно. О, вот я один из четырех ракетных братьев. Он меня не отравит, потому что я и так хороизовываю. Блин, 8 хп. У меня тут было реально близко, надо просто, надо менять, я что-то забыл. Самый подрыв, блин, есть этот самый подрыв. Они такие, а так их пользуют, они, они для фарта миокарда были, вот эти вот. Вот, нарзан, у меня три штуки есть. Полезная вещь, достаточно нормальная вещь, пусть получает ему счастье. Здесь мы уже были. Он еще, да. И, ой, не случайно, что-то, он ускорение прямо переставил. Ротикей. Фрейзер вип, он релиз. С голбутом возникнут реальные проблемы, в счет того, что в голбу ты как улетающего типу имущества на травяным и ядовитым. Тройное даже имущество. Эрбок токсичный, ядовитый, плюс нормальный тип, вроде. Оттолчу. Ну, он серьезно, может, конечно, у него так вот? Ну, все равно он, он ненормальный. Все равно он хп не снесет. Максимум, он мне может нести 10 хп от силы. Так, ну, зря это, по-моему, не змею. Либо он сейчас самый подрывкий такой вот. Не, он не самый подрывкий, нормально. Так. Тестник меня что-то в этот раз прям идеально не приучает. Электротип все-таки это мощь. Да. Давайте берем железо. Ой, тут домохон какой-то есть. Я раньше, когда играл, не замечал. Это центральный опис команды R. Кстати, я забыл купить на вот этот вот силипорт, который здесь есть. Очередной пессимист, работник силипорта. Да. Я вижу маленькая полноцомка. Я тоже эротики. Да. По репликам у салажа можно понять, какие кем он по ней использует. Да. По репликам у салажа можно понять, какие кем он по ней использует. Сокола. А то, как вы видите, у него целый восемь пупе осталось. Реально. Если я его пою, вызову ему, ему большой колдык. Король, как говорит Джаджа Винкс, большой колдык. Так, здесь мы бежали. Ой-ё-ё. Это еще один из четырех пакетов платит, но он слабый у меня по типу, да, ну, в общем, листик уже на 42-м, это круто, теперь в Теслик или в Боксер, наверное. Так, что сейчас поставим головному нику? ЭНИБЭ Um Law C Полный вариант считалки, я не помню только начало, ЭНИБЭ Um tillsite thee шубобобоuba сикибрыки У меня один из четырёх ракетных братьев. Ягу удар! Ягу удар в большинстве случаев Куки не попадает в цель, точнее, не в большинстве, а в достигнутых случаях. Ягу удар попадает, это реально круто. Этот, так как он очень, ой, перейдер с электрическими купюрами. Да, магниток. Перейдешь на удар. Копик. Мегуда. Ауч. Не, ну он меня не сильно ударил, потому что он меня не отравил. Блин, он меня отравил. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Зелье, единицкая, не еликсир. Айм. У меня сюрпризили. У него вышел такой, чтобы вылезти от яда. Все, яркий стоп, отлично, я его быстро вылечил, вылечил. Да, у меня всегда, боксер вообще лучше в руке. Человечку выруберем фонетелефон и БСК это ключ бесконтактная смарт-карта открывающая двери в центральном офисе процессе ну конечно команда ракеты это уже реальная проблема так я сейчас поставлю паузу вылечусь и так я снимаю уже 30 минут получилось что обрабатываться будет реально долго да как бы я не хотел обрабатывать будет слишком долго если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на группу вконтакте подписывайтесь на мой канал в этом выпуске мы начали так вот мы освободили башню бризерков в ливендертауне мы начали освобождать башню корпорацию и надеюсь в следующем выпуске мы закончим начатое и получим наш пятый значок это моя шестерка покемонов листик сокол шквал боксер базальт и теслик я надеюсь я надеюсь вы будете вы будете ждать моих новых выпусков от их тренировок революции новых атак и так далее а пока что всем пока до новых встреч